Всем привет! Канал Багросов для наших новичок. Сейчас хочу сделать тоже поправку ресурсов в АКБ. В Браге аэропорт. Там немножко изменилась точка сохранения. Я нашел другую точку сохранения, она более удобная. И сейчас форманем все. И все машины, и все ресурсы. И покажу, как это делается. Включаемся и погнали. Так, побочка. Выбираем побочное задание на Анголо-Заирской границе. Любое. Высадку поближе к аэропорту Браге. То есть вот это вот Брага, а вот он, точка. Перед этим, конечно же, выключили сеть. Я уже объяснял, как зашли настройки сеть, отключили. Не в игре выход из сети, а именно в настройках. Так, что мы здесь берем? Здесь мы берем выбор оборудования. Основное. Так, берем на всякий случай сервуал. Ну, я беру сервуал. Вы там какую хотите. Винтовочку берите. Так, то это у меня уже было усыпляющее. И вот самое основное. Берем маскировочную систему и берем систему ПТ. Тоже маскировочную, но она будет как запас. Когда у вас закончится разрядка на основной маскировочной системе, вы на ней переключаете, чтобы она подзарядилась. И продолжить дальше. Это чтобы все зафултонить, на все у нас хватило. Так, ну и, соответственно, возьмем персонажа поменяем. Тут роли не играет. Какой персонаж? Снэйка берем. Так как он быстрее эвакуирует? Разницы тоже нет. В чем одет, конечно, мои рекомендации? Форму Райдена или... Как я овле называют этого ниндзя? Они быстрее бегают. Ну или спортсмена. У кого это есть? У меня нету. Поэтому я бегу с нейкушкой. Аля. Давай, грузись. Так, сейчас мы на побочке высадимся рядом с аэропортом Брага, а там уже перейдем в основную миссию. Постоянно на вертолете не летать. И покажу, как вам и волкеров фармануть там, ну и что по дороге попадется. Там сильно лезть за пулеметами, минометами не буду. Это лучше всего делать в АКБ-0, а в АКБ-0 Афганистан. Да, кстати, вот внешние задания. Во время этого не забывайте на внешние задания отправлять. Они очень помогают. Вот внешне у меня одно, допустим, освободилось. Видите, у меня все заняты. Все, я еще помимо этого добываю. Вот у меня самые плохие есть, допустим, солдатики. Я их туда шируйте, работайте, что мне надо. Все, пока вы фармите, они за вас тоже делают работу. То есть очень удобно по времени и по всему делу. Сейчас сразу посмотрим на... Опять же, награды даются, видите, тут и деньгами. То есть, когда наем персонала делаете, по барабану. Какой вам, по крайней мере, будет окупаться ваш фарм. Вот, сразу раз-раз. Потом также можете продать траву, обменять на деньги. Очень удобно, чтобы зря на другие вещи не тратиться. Потом ненужных солдат всегда можно уволить. Все, приземлились. Сейчас выбираем список миссий. Список миссий у нас, задание будет номер 21. 21-я миссия, военная экономика. Погнали. Вон ящик появился. Делаем пропуск. И погнали фармить. Сейчас покажу точку, что удобнее будет. Но это если с двух сторон фармить. Там будет сейчас видеокамера. Сейчас мы их уберем, они больше появляться не будут. Два раза пройдусь. Все, побежали. Ну, свои ориентиры делайте сами. Там запоминайте пальмы, там были деревья. Я вот пальмочки запомнил. Ну так, сюда бегу, это чтоб с этой стороны. Это чтоб... На ценные металлы у меня отдельное видео есть. Но мы сейчас все сразу сделаем. Сейчас посмотрим, камера у меня появилась или нет. Ну, камера есть. Сейчас мы ее... Быстренько от нее избавимся. Просто по столбику стреляйте, и все нормально. Больше она не появится. Сейчас возвращаться, сейчас я тоже покажу. Выбежим спокойно фарби. Начнем с машины. С легковой машиночки. Она всегда будет здесь стоять. Так, камера вам не нужна. Все, бончали фармить контейнеры. Да, если бы, конечно, райден был, вывод намного быстрее. Поэтому с райденом, может быть, кому-то и по-тейне придется маскировочную систему дополнительно брать. Убивать здесь практически никого не надо. Да, ну так, если кто-то... Прямо не нарисотчист мы... Форманем Волкера первого, потом второго, еще одну грузовую машину. Здесь всяких проблем. К нему близко не подходите, чтобы он до вас не дотронулся. А то тогда у вас маскировка пропадет. Все, сразу берем машинку. Так, младшие металлы я не беру. Вот они, еще три контейнера стоят, тут небольшие. Потому что они у меня полные. Сейчас, вот этого форманем. Просто подошли, навели, а он сам сдается. И не забываем, следим за системой, чтобы она у вас не закончилась. У меня тоже такое бывает, забываешь, а и бежишь. Те вас не видят. Кулкеров форманем. Что сейчас сделаем по дороге? Здесь можете даже присесть, бывает. Ну, ни разу не было, но думал, он тут там снайпер наверху сидит. Кто его знает. Обычно я вот здесь на ПТ переключаюсь. Вот так это делается нажатием. Раз, все, ПТ пошла в работу. Пока бегу фармить три контейнера с ценными металлами. Пока у меня там происходит зарядка. Пока я здесь возьму, у меня уже нормально зарядится, хватит на все. Все, фарманули контейнеры. Сейчас идем, вон там тоже камера, и сейчас мы идем все на маскировочную систему. Переключились, она все-таки как-никак дольше. Это сразу можно камеру, то же самое. Вот так по слову стрельнули, и все нормально. Еще один наш волкер. Все, спокойненько забираем. Тот снайпер не хочет что-то бежать, падла. Ладно. Применим к нему ту же самую тактику. Если он красным над ним, треугольничек, лучше его завалить. Эту камеру можно убрать, но она где-то раза с третьего уберется. Еще одна машинка. Там вот камера, то же самое. Один раз убрали и забыли. Столк упал. Обычные. Но это не красные контейнеры, чуть меньше по 750 дают, но все равно кому надо. Все, помчали. На точку сохранения. Прямо по дороге бегите. Бежим. Вон до того столба. Перед ним будет точно, не надо по этим кучерям, как я тогда показывал бегать. Чуть-чуть там метра два. По этим, как говорится, расценкам не добегаем. И точка сохранения. Вот она. Все, у меня тут внешне сразу. Я стараюсь бегать, пока все не сохранится, чтобы вы видите машины и волкеры. Бывает такое проскакивает. И увидеть, что мои прилетели. Вот они, все мои ресурсы прилетели. Все, теперь что делаем? Все по старинке. Отмена задания. Отмена не забываем. Сейчас еще один разочек сделаем для закрепления. Все, вот мы опять на месте. Смотрим, что там и награды у нас за внешние задания, которые отправлял солдатиков. Вот они, денежки, видите, которые нам пригодились за то, что мы эвакуацию производили. Потом не надо будет, я еще продам траву или еще что-то. У меня деньги были полные. Сразу на внешние задания кого-нибудь отправлю. Пускай ребятки работают. Вот такие сам наем персонала. Это самые такие вам какие-то денежки дают. И все, каких хотите тех отправлять. Все, список миссий убираем. Как обычно, 21-я. Военная экономика. Вот она, наш коробочка, появился. Пропускаем. Все, пончали. Я обычно запомнил, где пальмы я между ними бегу. Сейчас посмотрим насчет камер. Камеры уже все, появиться больше не должны. Собачку всегда берем с собой. Камеры нету. Спокойно бежим. Убираем машинку. Пока все по графику. Уйдем. Все как положено. Преступствия забыл вам показать, сколько у меня было. Но, неважно, все оно прибавляется. Все оно делается. Можно и сейчас показать даже. Вот мои ресурсы. Почему я не брал младший металл? Они у меня полные. Так, вот у меня, так, сколько горячей. Ну, мы смотрим контейнеры. Так, 418, 321, 364. Так, уже все самые большие ресурсы я взял. Все, сейчас сюда и цены металла плюс полторы тысячи добавлюсь. Ладно, погнали. Пока маскировка не закончилась. Как раз уже он и волкер подошел. Но он бывает и вон там, вот сзади идет. Но я... Кому они нужны, пожалуйста, отвлекайтесь. Кому нет, для ЧВК они полезны. Для прокачки ЧВК. Все, подбежали рядышком, он слез. Давайте покажу, если что будет, вы прикоснетесь к нему. Оп, видите, что происходит. Вот пропадает маскировка, чтобы вы знали. Так, что так, издалека, аккуратненько. Раз, и так, младшие металлы мы не берем. Забираем еще одного волкера. Все. Помчали дальше. Эти с пулеметами, они вас не видят. У вас только со снайперки может вычислить типок. Бывает, собака мешает, что под ногами может его в вашу сторону. Спите, тогда вас увидят. Все, переключаемся на ПТ. Пока заряжаем основную маскировочную. Сцепляем ценные металлы. Дальше подъехать, как говорится, по ходу действуя все делаем. Этой камеры здесь уже нет. Так, переключаюсь на основную маскировочную. Так, этого снайпера здесь сейчас нету, так что спокойно. Спрыгиваем здесь. Где-то камера, да, она остается. Она потом с третьего раза исчезнет. Ну, где-то так, у меня так вчера она исчезла, я ее трамбану на всякий случай. Ну, как по времени, там, сколько, на 5-7 минут. Если ты не займешь, то нормально можно нафармить. Ну, и так же, до того, с ползика бежим. Я, как обычно, делаю несколько кружков, чтобы увидеть, что у меня все улетело. Может, она из первого раза летает, не знаю. Я страхуюсь. Вот они, а, это сразу у меня. 12 минут прошло, они сразу прибавили ресурсы туда. И теперь я хочу увидеть, где ресурсы я натырил. Вот они. Все. Ну, теперь я спокоен. Теперь мы что, заходим? В ресурсы смотрим. Ну, вот, все сюда. Вот по ценным металлам было 88, видно. Кому надо, пересмотрите. Все они сюда пришли, потом они переработаются, и попадут вот сюда, таким макаром, я же младшие металлы. Нафармил. Ну, все. Вот как раз еще и внешние закончились. Денежку сюда кидаем. Нет, у меня еще было или не было, не помню. Но это не страшно. Я продаю. Вот, сейчас могу и младшие металлы продать. И все у меня восстановится снова на свои места. Отправляю на внешние, как обычно. Что тут у нас охрана? Вот, 120 и 25 минут. Отправляем. Пускай работают, ребятки. Все. Как обычно, отмена задания. И пошли по кругу. Ну, на этом все. Всем удачи. Хорошего настроения. Канал Багрос. Все для наших. Новичок. Покедова.